Всем привет! Сегодня на моём канале очередной кулинарный влог. У меня в планах приготовить суп. Если время останется, то возможно что-то ещё сделать к чаю. Суп я сегодня буду готовить яичный. Сразу хочу сказать, что это не тот суп, в который кладут варёное яйцо. Он принципиально другой. Очень классный суп. Я его вообще люблю с детства. Просто у меня всегда был плохой аппетит. И как-то папа приготовил мне вот такой яичный суп. Он мне очень понравился, поэтому я часто просила сделать мне такой суп. И сейчас тоже довольно-таки часто его готовлю. Он вкусный и такой, знаете, диетический. Потребуется 2 яйца, прежде всего, конечно. 2-3 яйца, то есть это не принципиально. Морковь, наверное, примерно штуки 3. И картофель. Ну, 6-8 штук на небольшую кастрюльку. Сначала нужно почистить картофель. В общем, я почистила картошку, положила её в такую небольшую кастрюльку. Я её, кстати, в Ашане покупала. Вот. И залила водой. Но здесь, естественно, будет ещё вода, потому что она сейчас сцелится. Вот я в прошлом влоге, где готовила борщ, говорила, что я люблю картошку, вот когда готовлю суп в конце, давить прессом, ну, толкушкой. Но это как бы не обязательно, потому что, действительно, все любят по-разному. Кому-то нравится соломкой, кому-то кубиками, кому-то, возможно, не знаю, просто дольками. Вот. Но конкретно вот этот суп, он готовится именно так, что картошку нужно будет в конце толкушкой раздавить. Поэтому здесь совершенно точно можете вот чистить картошку и класть её сразу в кастрюльку. Если она большая, то разрезать просто пополам. Ну, не имеет смысла больше мельчить, так как она всё равно сварится довольно-таки быстро. Вот. И удобнее так будет давить прессом. Вообще суп готовится очень быстро, очень просто. Сейчас я всё это поставлю на плиту. И пока вода будет закипать, нужно будет почистить морковь и натереть её на тёрке. В принципе, можно положить натертую морковь сразу сюда. Это, как бы, ничего криминального не будет. Но просто, когда вода здесь закипит и появится ещё пена, то пену проще снять так, когда здесь ещё не лежит морковь. Потому что, когда положим морковь, ну, в общем, если её сразу класть, то с пеной мы снимем ещё и морковь. Ну, как-то это не очень хорошо, поэтому лучше поставить это всё на плиту, закипать и в этот момент чистить и тереть морковь. Вода в кастрюле закипела, ну, естественно, там и картошка находится. Я сняла пену, сделала огонь поменьше и сейчас добавлю туда вот эту морковь. Я её, как всегда, натерла любимой такой тёркой Декок. Мне очень нравится, потому что это быстро. Насадки у неё вот такие, разнообразные, там и больше, и меньше. Есть такие же от Мулинец. У них абсолютно сходятся насадки, то есть я спокойно переставляю от одной тёрки к другой насадке. Вот, мне это очень нравится. В общем, сейчас я вот эту морковь положу в кастрюльку и буду ждать, пока сварится картошка. Но, когда картошка сварится, то, соответственно, морковь сварится тоже. Овощи сварились. Теперь я беру вот такой пресс и измельчаю картошку. Поскольку она далеко варилась, то делать это довольно-таки просто. И теперь я возвращаю всё это на плиту, чтобы вода не остывала, так как она должна сейчас быть очень горячей. Разбиваю 2-3 яйца. Беру либо блендер, либо вот такую штуку из фикс прайса. Я вот буду пользоваться ей. Мне очень нравится. Просто не хочется ради двух яиц доставать блендер. Тем более, что вот эта штука очень хорошо справляется. Подписываю задачи. Короче говоря, нам надо просто вот всё это немножко рубить. Ну и сейчас я снова снимаю суп цветы. Вода должна быть очень горячей. Беру яйцо, ложку и, постоянно помешивая, вливаю вот сюда яйцо. Чтобы не было таких больших сгустков. Вот. И теперь это всё надо снова отправить на плиту где-нибудь минут на пять. И всё, можно выключать. Суп готов. Соль добавляется по вкусу. Я лично добавляю немного соли. Я считаю, что лучше потом каждый добавит себе в тарелке. И подаю суп с майонезом или со сметаной и зеленью. Получается он такой вот интересный, вкусный. и лёгкий, и диетический. Я уже положила сметану и немножко сухого укропа. В принципе, сюда, чем больше добавляешь картошки и морковки, тем лучше. Прошу прощения. То есть он должен быть таким вот наваристым. Он в кастрюльке оседает. Ну, картошка на дно, но потом как-то это всё перемешиваешь. В общем, получается довольно-таки вкусная штука. Вот. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до встречи в новых видео. Всем пока.